Всем привет! Сегодня у меня на обзоре ультразвуковой увлажнитель от компании Renton, модель GH825. Увлажнителями я пользуюсь давно, из-за недостаточной влажности в квартире спать без увлажнителя не получается. В этом обзоре посмотрим на функционал этого увлажнителя, комплект и в целом я оценю целесообразность покупки. Если вам интересны форматы обзоров товаров, поддержите контент лайком, а я в свою очередь буду просить и другие товары для обзоров у производителей. На момент обзора стоимость увлажнителя на официальном сайте 7900 рублей, ссылка на покупку будет в описании. Это немало, поэтому в обзоре постараемся понять, за что собственно мы платим. Начнём с коробки. Увлажнитель поставляется в простой картонной коробке. Renton постарались и нанесли значками на коробку все основные функции. Сбоку коробки указаны все технические характеристики, за что отдельное спасибо. Всё на русском, и сразу понятно, что ты покупаешь. Открываем коробку и первым делом видим пульт дистанционного управления, непосредственно увлажнитель и инструкция, которая полностью на русском языке. Кстати, я её листал, чтобы понять, за что отвечают кнопки на пульте. Не совсем понятно, почему производитель не сделал пульт на русском, но это мелочи. Конструкция увлажнителя вполне привычная, воду заливаем снизу, через заглушку, и он готов к работе. Дизайн и эргономика Дизайн, можно сказать, классический. Пластик качественный, достав из коробки неприятных запахов не обнаружил, что в общем и ожидаемо, учитывая стоимость и сегмент, на который нацелен производитель с этой моделью. По размерам очень компактный, заметно меньше моего домашнего увлажнителя Xiaomi DMA. Функционал. И теперь о самом главном, о возможностях этой модели. В этой модели есть все основные функции, которые доступны на рынке увлажнителей в 2020 году. Разберём всё по порядку. Гигростат. Измерять степень влажности. Пультом можно задать автоматическое поддержание влажности от 45% до 90%. При достижении выбранного порога увлажнитель отключается. Таймер на 1, 2, 4 или 8 часов. 4 уровня интенсивности увлажнения. Встроенный термометр. Отображает текущую температуру в помещении. Встроенный ионизатор. И возможно использовать как ароматизатор. Информативный LED-дисплей. Все настройки задаются пультом управления. На корпусе возможно установить только интенсивность увлажнения и выставить таймер. В этом есть один минус. Если пульт вы потеряли, большая часть функционала будет недоступна. Можно ли купить новый, я не знаю. Есть также пассивные меры безопасности. Увлажнитель сообщает о низком уровне воды. Блокирует включение при отсутствии воды. Проверял. Работает. Емкость бака 3,5 литра. Это немного и немало. При расходе от 300 до 450 мл в час хватает на 8-10 часов работы. Получается, доливать воду нужно не чаще 2 раз в сутки, что вполне приемлемо. Но я лично привык к большей ёмкости бака для воды. Все характеристики выведу картинкой, можете поставить на паузу и ознакомиться. Что в итоге? За что стоит заплатить? Я выделил основные преимущества. Первую очередь это встроенный гигростат и поддержание уровня влажности. Мне в моём увлажнителе от Xiaomi этого очень не хватает, особенно если уходишь из квартиры и оставляешь его включённым. Такая же ситуация происходит, когда спишь. Таймер. Я использую его постоянно. Функции безопасности приятны, но они не создают удобство, а защищают устройство. Управление пультом. В разы удобнее управлять пультом, чем тыкать кнопки на корпусе. Высокая мощность до 450 мл в час. Недостатки. Нет синхронизации со смартфоном. Нет возможности добавить в умный дом. Короткий шнур, около 1 метра. Этим увлажнителем я буду пользоваться лично. Время покажет, насколько он надёжный. О всех недостатках, если такие обнаружатся, напишу в комментариях к видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых обзорах!